Значит, становились мы с вами на таких громких заголовках, новостях, которые приходят крайней мере в 2016 году, когда эта презентация делалась, да, начиная с того, что искусственный интеллект помогает в диагностике рака, делает это быстрее, чем врач, и заканчивая там какими-то ежедневными задачами, например, там запись каких-то сообщений, да, когда вы сейчас можете просто надиктовать, и какой-нибудь умный сервис вам все это распознает. Вот, то есть таких примеров, их огромное количество, там уже, как говорили, там и сам автопилот, да, для такси, и различные вот интересные венчурные компании, которые в совет директоров включил искусственный интеллект. То есть один из членов совета директоров, который имеет право голоса, на самом деле это просто алгоритм, который как бы вносит такую некоторую регулярную компоненту в принимаемое решение. То есть чего только нет, каких только новостей не приходит. Вот, ну, есть там всякие примеры, там крупные компании, которые в это инвестируют. Вот, что еще, да, интересно вот в этой области, да, посмотреть за какими гигантами, как DARPA, например, это американская компания, которая инвестирует в перспективные технологии для развития, по сути, военных, военных технологий. Вот, из них выросли многие стартапы, многие, там тот же Boston Dynamics, например, если кто знает, это такая известная компания, которая там производит роботов, бегающих, шагающих, прыгающих, как человек. Вот, они тоже начинали в свое время работать с DARPA, то есть они очень много инвестировали в них. Прежде чем вышли они на рынок, начали, то Google их купил, то потом Mitsubishi их купила. Вот, то есть многие компании через них прошли. Ну, это в частности, вот они тоже спонсируют различные организации, в том числе крупные, такие как IBM, для создания таких прорывных технологий в области искусственного интеллекта, начиная там от нейроморфных чипов, которые, как сказать, то есть это чипы уже не на электричестве, ну, то есть не на полупроводниках, да, чипы, которые, по сути, на биологических, как бы выращенные чипы, да, то есть биологические чипы, био-чипы, вот, которые, соответственно, могут обладать на порядке большей плотностью вычислительной, чем, например, существующие чипы на полупроводниках. То есть там, грубо говоря, ну, тут сравнивать с человеком, да, что у него там 100 миллиардов нейронов в голове. По сути, 100 миллиардов нейронов там транзисторов, да, ну, они хотя бы вот пытаются 256 миллионов произвести, ну, и так далее. Потом вот какие-то наночипы, которые вы, там, какой-нибудь шприцом там в свою нервную систему втыкаете, да, и он вам позволяет, например, управлять, там, аритмией исправить, вылечить, там, каких-то болезней, там, болезнь Паркинсона сейчас хотят лечить какими-то вот наночипами. То есть, ну, грубо говоря, это какие-то вычислительные устройства примитивные, построенные уже не на принципах, там, полупроводников, а на принципах какой-то физики. То есть, по сути, физическое, не знаю, можно ли назвать его устройство, да, физическое молекулярное машина, которое действует по некоторому алгоритму. Вот, ну, изменяя из того, что я знаю, там, ну, уже умеют, например, делать молекулярный мотор. То есть, это нано-бот, который может сам перемещаться. То есть, у него там какой-то жгутик, который там миллион раз может двинуться, его там в какую-то жидкость впрыскивают, да, и он там проплывает, там, 30 сантиметров, например. То есть, в принципе, уже даже вот о таком идет речь, что строение каких-то молекулярных машин, не знаю, что тут, как бы, как тут понять искусственный интеллект, это не искусственный интеллект. Тут тоже такая спорная тема, да, но, как минимум, его надо создать, то есть, новые материалы. Ну, и в том числе, там, какой-то алгоритм зашивают туда. То есть, тоже такой своего рода. Ну, конечно, там пока такие смешные алгоритмы. Наверное, еще пока это никакой не интеллект. Вот, ну, наверное, методы лечения. То же самое modulation recording, ну, это совсем фантастика. То есть, запись вашего сознания для того, чтобы, не знаю, сохранить вас в облаке, например, на случай, там, болезни, смерти. Ну, и то, о чем говорили, что имплантанты, которые позволят вам напрямую, например, информацию получать в мозг, минуя там глаза, уши и так далее. Вот, ну, тут тоже очень много связано с искусственным интеллектом, потому что для того, чтобы расшифровать ваш мозг, человек, конечно, недостаточно его знаний. То есть, тут нужно анализировать колоссальный объем данных, чтобы эту расшифровку произвести, того, как устроен мозг. То есть, люди до сих пор не знают, как вообще устроен мозг. То есть, есть какие-то общие понимания, вот, как реально он работает. То есть, никто не знает это настолько, чтобы, например, взять и сделать цифровую копию мозга. Такого никто никогда в жизни пока еще не смог сделать. То есть, тоже вот есть такие прорывные технологии, которые спонсируются военными для того, чтобы, ну, наверное, для того, чтобы как-то повысить свою защиту. Надеюсь, что защиту, а не нападение. Значит, ну, какие тренды сейчас вот в искусственном интеллекте, да, это переход от программирования компьютером, компьютеров, компьютером, которые сами учатся решать задачи. То есть, это то, что сейчас любят называть там машинным обучением, это вот как раз об этом. То есть, есть огромный объем данных, значит, есть алгоритмы универсальные, которые позволяют вам моделировать те или иные зависимости, законы, искать взаимосвязи, пытаться интерпретировать информацию. И сейчас вот идет такой перелом. То есть, такие классические программисты, которые там умели сортировку пузырьком делать и на ассемблере писать там какой-нибудь бегающий по экрану квадратик. Они все меньше и меньше востребованы, потому что такие задачи, уже многие такие задачи решены. Да, есть еще огромный пласт по модернизации систем, но это все уже уходит на такую вторую лигу. То есть, первая лига сейчас – это система, построенная на базе искусственного интеллекта. И, соответственно, люди, которые знают, что это такое, как это разрабатывать, какие есть тренды, какие модели, то есть, которые щупали все это руками, которые не боятся там проанализировать терабайт данных, который в облаке лежит, знают, как все это делать. То есть, такие вот высококвалифицированные инженеры, которые знают, что делать с теми данными, которые люди накопили. То есть, сейчас огромное количество компаний, которые собирают данные, но не знают, зачем они им нужны. То есть, им где-то там на какой-то конференции пообещали, что если у вас много данных, то вы миллионер. Они эти данные собирают, но что с ними делать, они не знают. Поэтому сейчас огромный спрос на людей, которые понимают, что с этими данными можно сделать. Вот, дальше автоматизация исследований, тоже очень популярная тема, одни из пионеров здесь это фармацистические компании, то есть не секрет как они устроены, они свою работу, то есть свой маркетинг они строят на основе анализа научной среды, то есть медицина это такая наукоемкая среда, для того, чтобы вам продвигать какой-то новый препарат на рынке, если вы фармацевт, вам нужно опираться на какие-то исследования, исследования бывают заказные, то есть вы спонсируете какие-то исследования, которые, ну ладно, в хорошем смысле заказные, вы спонсируете хорошие исследования, которые подтверждают, что тот подход, который вы использовали при разработке нового лекарства, он является наилучшим, но в то же время нужно анализировать в целом среду, то есть медицинскую, это колоссальный объем информации, научных статей с графиками, таблицами, результатами исследований, вот для того, чтобы эти результаты агрегировать и понимать, а где, собственно, будет новый прорыв, например, в медицине, в фармацевтике, и, например, подтверждать какие-то новые тренды, то есть какие-то новые медикаменты, которые позволяют там лучше лечить те лекарства, которые лечатся с тем, с теми продуктами, которые, например, компания выступает, вот, то есть я там несколько лет назад работал в компании Люксофт, и к нам приходили люди, вот, из одной мирового гиганта фармацевтического, которые как раз заказывали систему по анализу статей, то есть сейчас у них там работают целые ангары людей, которые глазами читают статьи научные, медицинские, и извлекают из них всю интересную информацию, то есть, по сути, извлекают ее, агрегируют, складируют в некоторую базу знаний, и вот компания накапливает такие вот, такую вот базу знаний, вот, и вот следующий этап – это переход к автоматизации этого процесса, то есть уже не человек сидит, анализирует каким-то медицинским бэкграундом, а просто искусственный интеллект, ему загружается PDF со статьей, он его распаршивает, там, картинки в одну сторону, текст в другую сторону, категоризация, определение, там, главного, главного вторичного, там, ранжирование, потом попытка построения, там, семантической сети, которая будет описывать суть тех знаний, которые заложены в эту статью, то есть такое вот препарирование научных результатов деятельности человека, да, то есть человек написал статью, алгоритм ее разобрал и представил уже в каком-то таком информационном виде, куда можно писать запросы, то есть можно все эти статьи складировать, они в унифицированном формате потом, то есть это уже даже не статьи, это просто набор знаний, которые были извлечены из этой статьи, они кладутся в базу знаний, дальше, там, аналитик может уже делать запросы в эту базу знаний, какие-то выборки собирать, о чем, какие тренды сейчас, например, да, или, например, он там хочет узнать по какому-то топику, вот, а что там находит наибольший отклик, например, что больше всего цитируется, там, по такому, по такой-то тематике, то есть такие умеют задавать умные вопросы, это вот в таком чистом виде искусственный интеллект, то есть который умеет общаться с, ну, имеет такой канал взаимодействия с человеком, да, то есть человек написал статью, и эту статью, как некоторую входную информацию, передали искусственному интеллекту, значит, он ее проанализировал, структурировал, сложил в базу знаний, и дальше может предоставить уже другому человеку, например, возможность поиска, ранжирования и, например, ответа на вопросы в первую очередь, то есть человек задает интересующие вопросы, а система пытается на основе вот тех знаний, которые она получила из статей, предоставить некоторый ответ. Вот был интересный фильм у Бибиэй, писали 10 назад про Google, как они втихаря оцифровывают все книги во всем мире, то есть у них вот есть программа в Google, они ее особо не афишируют, это оцифровка всех книг, которые есть вообще в мире, то есть они собрали какую-то колоссальную библиотеку книг оцифрованных, то есть они их парсят, они строят по ним семантические сети, что они делают, зачем это нужно, то есть никто не знает, и вот такое интересное расследование было у BBC по поводу того, зачем вообще все они это делают, вот ответа там так они не нашли, то есть какая-то вот такая тихая цифровизация знания человеческого, то есть они просто библиотеками какие-то анализируют, так вопрос, да, а и анализируют академическую основу статей. Ну вот возможно, да, уже что-то есть, ну опять же, это какой-то, не знаю, что это такое, да, какой-то сервис, какой-то стартап, который что-то там анализирует, насколько хорошо, вот не очень понятно, да, то есть нужно всегда, конечно, внимательно смотреть, может быть и действительно что-то анализируют, но пока, насколько мне известно, еще не настолько хорошо, то есть могут выцепить семантическую основу, да, но как бы прям вот, чтобы заменить человека пока целиком еще не получается, вот, но уже достаточно близко к этому, особенно это касается каких-то специфических направлений, например, фармацевтики, где там есть уже какой-то устоявшийся алгоритм написания статей, то есть это исследование, это выборка, это какие-то правила проведения исследования, то есть некоторая стандартизация существует, поэтому статья, она более-менее стандартна. Если там брать какую-нибудь философскую статью, то там, конечно, вообще будет полное там, из пустого в порожное будет переливаться, и там какую-то суть найти, наверное, будет намного сложнее. То есть, конечно, наверное, уже какие-то есть примеры, ну, что там говорить, уже не просто читают статьи, да, искусственный интеллект, они уже пишут, пишут новости, там уже даже сценарии для фильмов снимают, вот, поэтому там много шуток про то, что многие российские фильмы на самом деле сгенерированы там нейронной сетью, да, на самом деле, учитывая то количество абсурда, которое в этих фильмах творится. Вот, то есть, да, в целом это направление очень сейчас интересно всем, поэтому не удивлюсь, если действительно есть какой-то стартап, который позволяет вам анализировать еще и содержимое статей научных. Ну, например, для того, чтобы делать ревью предварительную, да, что насколько она вообще может быть интересно соответствовать той конференции, на которую, например, она подается. То есть, тут огромное море применения вот на этого второго направления. Вот, в первую очередь, конечно, говорят о том, чтобы автоматизировать именно исследования, да, то есть, получение нового знания, выдвижение гипотез, то есть, это не только анализ статей, даже, наверное, не столько анализ статей, сколько именно проведение исследований. В первую очередь, например, в той же самой медицине, в химии, где нужно делать огромное количество экспериментов и еще заниматься их планированием. Вот, тоже очень такая быстроразвивающаяся тенденция, ну, тут, в частности, про таблетки, да, производство препаратов медицинских. Так, что там дальше? Ну, и, соответственно, то, о чем я уже говорил, да, замена белых воротничков на машину. То есть, сейчас называют цифровая трансформация в компаниях, когда там в отделе кадров остается там один человек, начальник отдела кадров, да, все остальное, все остальные клерки заменяются на цифровые сервисы внутри компании, которые позволяют вам взять отпуск в три клика без хождения по всем начальникам. Вот, то же самое в банках, то же самое в любой ритейле, везде сейчас это происходит. То есть, пытаются оптимизировать расходы за счет того, что увольняют массово вот эту прослойку из менеджеров и заменяют их, по сути, алгоритмами. Тоже такое достаточно популярное сейчас направление. Следующий из них – это, ну, тут уже такие какие-то более специфические, да, там переход от детерминированных вычислений к вероятностным. То есть, грубо говоря, ну, тут тема очень широкая, то есть, как бы удешевление на самом деле вычислений. То есть, чтобы сделать там хороший процессор, нужно там сделать 10 процессоров и выбрать из него один хороший. Вот, но если поменять, ну, хороший в смысле, что он стабильно работающий, да, при этом, если, например, изначально строить информационную систему на основе того, что процессор может быть плохим, то есть, ввести некоторую такую интеллектуальность в нее, чтобы она знала, что она может быть ошибаться, да, то, соответственно, можно в 10 раз дешевле выпускать процессоры, которые будут пусть в два раза медленнее работать, но при этом позволят вам… То есть, по сути, в 5 раз они станут дешевле. Вот, ну, тут по поводу вероятностных вычислений, еще там сейчас огромный хайп вокруг квантовых компьютеров, которые, в принципе, являются вероятностными по своей природе. Вот, то есть, тут тоже такое достаточно интересное направление, но пока трудно сказать, что есть какие-то массовые применения этого направления. Вот, и вот еще тоже направление – это называемое развитие evidence-based, то есть, решение, принимаемое на основе фактов. То есть, не на основе интуиции, каких-то там знакомств и так далее, а на основе фактов. То есть, когда, например, тот же врач, он не подумал там, ой, а вот, наверное, так, а попробуй такое лекарство. А есть, например, вполне там четкая классификация, как нужно проводить диагностику и что в каждом случае назначение. Соответственно, почему бы не построить там искусственный интеллект, который, например, получит факты о человеке, пациенте, да, и выдаст ему рекомендации по лечению. Соответственно, там, врач просто будет подтверждать либо отвергать это решение. Вот, то же самое по поводу там чиновников и так далее. То есть, те же самые идеи госуслуг, когда убрать прослойку чиновников и построить все на базе только обращений, да, тоже примерно к этому относятся. Ну, это, вернее, да, это пока нет, это просто обслуга, да, но в целом, почему бы, например, какие-то второстепенные решения принимать не путем там назначения какого-то начальника, который будет непонятно по каким критериям принимать решение, например, у кого закупки производить, а просто алгоритм, который там выбирает по определенным критериям, какой поставщик, например, лучше. То есть, такие темы тоже всячески развиваются. Да, ну и вот, наверное, самая такая важная часть в этой, ну, для нас важная, это вообще, что вообще, какие вообще бывают виды искусственного интеллекта? Такие три, пять больших групп. Это символические символисты, да, ну, пять направлений. Символисты, то есть люди, которые пытаются, ну, или, скажем так, система, которая пытается заполнить, то есть это пять типов искусственного интеллекта, искусственный интеллект символист, да, он пытается заполнить пробелы в существующем знании. Значит, то есть, грубо говоря, есть знания, и пытаются там какими-то формальными процедурами, символами описать то, чего он не знает. То есть он как бы основывается на правилах. Там, коннективисты, они пытаются моделировать принятие решений, ну, написано в человеческом мозге, да, то есть смотрят, как устроен человеческий мозг, насколько это возможно, пытаются это сэмулировать, да, и использовать это для того, чтобы принимать какие-то решения внутри искусственного интеллекта. Эволюционисты, они подсматривают за тем, как устроена эволюция, да, то есть, естественно, отбор, и строят алгоритмы на основе идей естественного отбора. Даже не знаю, как это произнести. От слова BIAS, такой был ученый лет 300 назад, это попытка, то есть, основанная вот на этом подходе BIAS, попытка уменьшения неопределенности за счет накопления данных. Вот, и искусственный интеллект построен на основе аналогии. То есть, попытка найти общее между прошлым и новым. Опять вопрос. Слушайте, ну, BIAS-овские нейронные сети – это уже какой-то Франкенштейн, то есть, в принципе, есть BIAS-овские сети, есть нейронные сети, и там, на самом деле, это тоже примерно как искусственный интеллект. Где заканчивается BIAS-овская сеть, и начинается нейронная сеть. Я не уверен, что вам кто-то на этот вопрос ответит. Вот, ну, есть как бы идея BIAS-а общая. Она стоит в том, что вы по мере накопления данных, то есть, у вас есть какое-то предварительное знание о некотором процессе, и есть поступающие данные, которые позволяют вам либо подтвердить это знание, либо его провернуть. И вот BIAS-овский подход означает, что вы по мере накопления данных начинаете уточнять ваше первоначальное предположение об этом. Вот, а нейронная сеть – это просто некоторая математическая конструкция, которая позволяет вам адаптировать, грубо говоря, адаптировать форму функции под те данные, которые к вам приходят. При этом там тоже есть начальные условия, которые по мере обучения, если вы там, речь идет об обучении, обучаемых нейронных сетях, которые по мере обучения у вас начинают меняться, и благодаря этому начинает меняться форма той функции, которая моделируется вашей нейронной сетью. То есть, в целом, если вы нарисуете там алгоритм BIAS-овской сети, там, да, есть просто BIAS, да, есть еще логика построена на BIAS, когда там переходы между ними. Ну, и, наверное, BIAS-овские нейронные сети – это какой-то микс, который пытается от этих коннективистов, то есть второе направление, связать с четвертым методом, когда вы пытаетесь использовать данные для того, чтобы уменьшить неопределенность. То есть нейронная сеть сама по себе, она неопределенность никак не уменьшает, она просто подгоняет весовые коэффициенты под те данные, которые у вас есть. Вот. А метод BIAS, он просто говорит про вероятности. Соответственно, нейронная сеть, построенная на BIAS-овской идее, по-видимому, должна предполагать, что, ну, скорее всего, идея состоит в том, что у вас там уже не просто вероятности, а там какая-то сеть вероятностей, которые подгоняются под те данные, которые приходят в соответствии с правилами обучения, построенной на методе BIAS. Что-то, видимо, в этом роде. Да, ну, наверное, это да. То есть вполне возможно, что BIAS-овские, ну, я больше уверен, что есть BIAS-овские нейронные сети, что кто-нибудь выдумал такое название, написал статью на эту тему, вот, и, скорее всего, как-то туда приплел и BIAS-а, и нейронные сети. Вот, ну, я точно знаю, что многие модели, они на самом деле, когда вы там выведите уравнение, они будут идентичны. То есть, не знаю, метод наименьших квадратов, например, это частный случай там метода наименьшего правдоподобия. А метод наименьшего правдоподобия – это частный случай метода BIAS-а. То есть там есть такие вот перетекания из одного в другое. Поэтому не удивлюсь, если есть еще и BIAS-овские нейронные сети. Ну, скорее всего, есть, потому что современная наука строится по принципу комбинирования. То есть вам нужно писать статью, вы берете две других статьи, склеиваете их, получаете новую статью. Соответственно, название вы тоже склеиваете. Ну, вот примерно так. Поэтому вот появляются да BIAS-овские нейронные сети. Вот. Но в целом, как бы, есть вот такие пять направлений. К ним сложно что-то добавить новое. Наверное, это достаточно важный такой слайд, чтобы вы понимали, какие вообще бывают виды искусственного интеллекта. Но если мы говорим об искусственном интеллекте, как некоторые технологии, а не о философии. Про философию я даже не хочу разговаривать, потому что это можно бесконечно там философствовать. То есть это скорее вот такие уже чисто технологические. То есть какой подход вы выбираете при построении искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта. Вот. Никто не мешает вам их комбинировать, как вот в вопросе, который задали про BIAS-овские нейронные сети. То есть и коннективизм соединить с BIAS-овским. Попытаться и неопределенность уменьшать, и при этом как-то имитировать принятие решения. Хотя, конечно, эти имитации чаще тоже бывают какими-то профанациями. Ну, об этом мы будем говорить с теми, кто будет ходить на курс по нейросетевым системам управления. Там будут отдельные лекции про коннективизм. Так, ну здесь уже просто чуть подробнее расписано, что символисты – это логика философии, коннективизм – это нейронауки, то есть нейробиология. Хотя, на самом деле, в современных коннективистах – это скорее математика, которая там для красоты приклеивает еще нейронауки. Вот, есть эволюционная биология, из которой всякие… Да, эволюционная биология, статистика для BIAS-а, то есть как раз мера неопределенности, ну и для аналогии психологии. Соответственно, есть вот ряд алгоритмов конкретных, которые позволяют вам реализовывать искусственный интеллект. То есть на чем это базируется? То есть на обычных законах логики, которые позволяют вам из… То есть, грубо говоря, вы описываете логику в виде набора каких-то правил. Если то, там, не знаю, Волга впадает в Каспийское море, как нас на философии учили. Что есть там первое, что причина, что следствие. Это позволяет вам, в частности, строить алгоритмы, которые позволяют вот такие структуры, причины, следствия, использовать для выведения каких-то более сложных выводов. Когда несколько концептов там соединяются, несколько причин, одна за другой выстраиваются в цепочке, и вы можете, например, если там из А следует В, из В следует С, то машина может заключить, что из А следует С. Например. Ну, здесь много… Очень зыбкая почва, там много всяких парадоксов. В общем, любителям логики, философии, вот им, пожалуйста, сюда, к символистам. Есть, соответственно, целое направление называемых экспертных систем, которые мы тоже будем рассматривать подробно, которые как раз строятся на логических постулатах, на логических правилах и алгоритмах вывода на эти логики. Значит, коннективисты – это… Ну, тут называется backpropagation. Да, это такой алгоритм для обучения нейронных сетей. Там есть разные вариации, но так или иначе, это вариация алгоритма градиентного спуска, который изучали в прошлом году с половиной присутствующих на курсе адаптивного управления. Вот. Это в целом вот курс оптимизации, курс адаптивного управления и, соответственно, как развитие, это вот backpropagation для нейронных сетей. То есть сложная модель, для которой удается упростить алгоритм настройки коэффициентов этой модели. Эволюционисты – генетические алгоритмы. Ну, тоже такое есть направление. Никогда с ним вплотную не сталкивался. Суть там в том, что вы выбираете множество комбинаций и начинаете их… Вернее, выбираете множество начальных вариантов, начинаете их комбинировать, эволюционно оптимизируете некоторую функцию для того, чтобы найти некоторую оптимальную конфигурацию. Ну, честно говоря, иногда непонятно, чем это отличается от backpropagation, который просто целенаправленно это делает. Ну, наверное, тут больше рандома добавляется сюда, хотя в backpropagation тоже бывает добавляют некоторые рандомизации. В общем, тут такие начинаются скользкие моменты. То есть определенная идея есть, отличающаяся от этого. Есть целенаправленный поиск нужной функции. Здесь функция ищется в процессе некоторого естественного отбора путем рекомбинации. Ну, и как Байеса говорили, это вероятностный вывод. Тоже мы про него, я надеюсь, поговорим в наших лекциях. То есть это попытка комбинировать логику и статистику, когда у вас строится некоторая такая семантическая сеть переходов от причины к следствию и есть еще вероятности перехода. Соответственно, эти вероятности можно, с ними можно совершать различные манипуляции и таким образом получать достаточно интересные результаты. Интересные в плане того, что это начинает выглядеть как живая система, которая умеет взвешивать, находить компромиссы. Тоже очень популярное направление. Ну, и тут по аналогиям, так называется kernel machines, то есть когда у вас принятие решения основывается на прецедентах. То есть каждый прецедент имеет некоторую точку в таком гиперпространстве, и когда вам нужно получить какой-то ответ, вы позиционируете свой вопрос в этом пространстве и берете ближайшую точку, то есть ближайший прецедент. И это как бы вот такой метод аналогии. Вот эти пять методов, которые сейчас, в принципе, существуют, развиваются. Мы будем про них дальше говорить. Так, время у нас заканчивается. Я предлагаю сегодня тогда уже дальше не продолжать. Вот, встретимся тогда через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok